Так, доброго-доброго времени суток! Я приветствую вас на канале Таро Путь Колесница. Хочу сегодня для вас сделать раскладик. Таро сегодня, скажем так, подсказки Вселенной для вас сегодня. Никого загадывать не нужно. Расклад общий, позиция одна, поэтому слушайте начало. Если есть резонация, слушайте дальше. Если резонация нет, слушать не обязательно. Расклад действует в тот день, когда вы его смотрите, в тот день, когда вам захотелось его открыть, в тот день, когда вы чувствуете, что этот расклад ваш. Поэтому не важно, когда он был выложен, важно, когда вас к нему потянуло. Так, давайте сделаем так. Тема. В какой теме нам дается подсказка? Дальше. Чего вам нужно опасаться в этой теме? Или какие препятствия? В общем, все, что может быть негативное в этой теме. На что стоит обратить внимание? Дальше. Что вам может помочь? Что вам может помочь? И давайте так. Подсказка в этой теме в общем и целом. Тема. На что следует обратить внимание? Препятствия, блоки, помощники. И подсказка для вас в общем и целом в этой теме. И еще одна вытащим. Три темы посмотрим. Тема. Блоки препятствия, помощники. И подсказка в общем и целом. Вот так вот вышло. Окей. Ну что ж, давайте смотреть тема. Тема, тема, тема. Что за тема? Тема справедливость. Тема справедливость. То есть, смотрите, это у нас может касаться любых документов. Документы, сделки, купля-продажи. Все, где есть какой-то баланс. Это может касаться, в общем, тема касается вообще справедливости документальной части. Каких-то судебных разбирательств. То есть, каких-то выяснений отношений. Каких-то, в общем, там, где у вас есть момент, вы знаете, момент соблюдения баланса. Но вот по-правильному, что ли, социальная часть может очень сильно присутствовать. Так, что у нас здесь? Опасность, да? Опасность. Вы знаете, вот говорят о том, что может, есть такая вероятность, что вам будет сложно удержаться здесь на ногах. Сложно будет удержать баланс. Может начать вас качать в одну или в другую сторону. Или какой-то человек, который, знаете, вот он неустойчивый, он несбалансированный. Знаете, как он меняет, может менять свое мнение. С ним будет вот тяжело договориться. Или он каким-то образом будет мешать. То есть, опасность у вас здесь, смотрите, неустойчивость. Невозможность. Даже не то, что, да, вот здесь, смотрите, здесь и так, нельзя сказать, что эта фигура прям очень устойчива, видно. Но эта фигура нашла баланс, и в этом состоянии она стоит. А здесь, получается, нет, вот не получается вот этот баланс выдержать. Здесь качает очень сильно, понимаете. Может меняться очень мнение сильно. То сейчас это правильно, то потом это правильно. И в этом и есть опасность. Так, помощь. Помощь вам говорят, знаете как, а вот не делайте пока ничего. А вот не делайте, а вот не торопитесь. А наберитесь ко энергии, наберитесь ко сил. Если есть возможность отоспаться, в прямом смысле слова, отоспитесь. Наберите себе фильмов, мороженого, залезьте под одеялко, включите себе теплый свет, вкусный теплый чай и остановите мир. Или же человек, который сейчас прячется в таком состоянии, вам может здесь помочь. Ну вообще, по большей части, все-таки это к вам отсылочка, что соберите энергию, потому что нет энергии, вам нужен отдых. Вам просто банально нужен отдых. Вы из-за того, что у вас нет отдыха в достаточной мере, из-за того, что у вас нет в достаточной мере, понимаете, нет ресурса, вы из-за этого не можете на ногах удержаться, и из-за этого качает, вы не можете ясно в этой ситуации действовать. Так, подсказка в общем и целом. Выровняйте энергию, вот об этом речи идет, понимаете. Для того, чтобы на эту ситуацию нормально воздействовать, у вас должны быть нормальные энергетические потоки, понимаете. Здесь нужна ваша энергетика, когда она будет вот, ну, красивенькая, скажем так. Вот красивенькая, когда у вас будут силы на то, чтобы на эту ситуацию как-то влиять, как-то ей управлять. Возможно, вам могут здесь понадобиться еще знания какие-то. Возможно, вам нужно будет чего-то еще подучиться. Может быть, нужно обратиться к человеку, который владеет энергетикой или какой-то специалист в этом деле. То есть, если мы говорим о делах судебных, то найдите себе очень классного юриста, который специалист высокого уровня, но который, смотрите, сбалансированный. То есть, здесь прям нам за баланс все рулит, понимаете. Так. Первая была такая подсказочка от Вселенной, да, сегодня вам. Вторая тема. Вторая тема – это тема то, где вы ждете развития. Вы не просто ждете развития, да, а вот вы уже ждете какой-то обратной связи, как будто бы вы что-то уже делали, вы что-то уже вложили, и вы ждете, что уже должен быть какой-то результат с той стороны, да. Вот это место, где вы ждете, вот это наша другая тема, да. Так, какие здесь у нас опасности? Опасность здесь, смотрите, что здесь может произойти нарушение обмена. Опасность здесь, что вам могут не доплатить или же вы не получите, да. Но здесь идет именно нарушение обмена. Кто-то дает больше, кто-то дает меньше. То есть, здесь вот могут не доплатить, не заплатить. Могут, если вы на что-то рассчитываете, то есть если, допустим, отношения с человеком, вы рассчитываете, что этот человек будет там, допустим, вы вкладываетесь в отношения, ждете, что человек будет так же вкладываться. Нет, не будет. Понимаете, вот здесь это опасность. Опасность еще может заключаться в человеке, от которого вы чего-то ждете. В самом этом человеке может быть какая-то опасность. Так, что вам поможет? Поможет вам, говорят, знаете, что не пытайтесь вот это вот как это сказать вытащить переродить не пытайтесь оставьте эту идею пока не нужно сейчас все силы сюда прикладывать не нужно прям ждать не нужно думать о том что это сейчас прям переродится и пойдет как надо вот прям отпустите эти мысли то есть не ждите так этого развития понимаете не ждите пока не будет хорошо неплохо так что еще подсказка от вселенной смотрите если вы себе нарисовали какие-то гармоничные там состояния да что будет там все хорошо что нужно только сделать то тут и тут опять же говорят нет ну прекращайте здесь фантазировать в эту сторону как бы немножечко не то то есть переключите свое внимание на что-то другое потому что но не стоит сюда настолько вкладываться сейчас по крайней мере вот не стоит сил вот сегодня конкретно говорим сегодня не нужно так вкладываться в это дело где вы ждете развития вот не нужно и все отставьте его пока в сторону так третье что она здесь третья тема касается королевы кубков если вы сейчас у нас влюблены то это касается вас непосредственно возможно это какой-то женщины какой-то подруги которая знаете любящая заботливая такая вся прям вся в энергиях любви прям пронизана ими да то есть это касается именно этой женщины так какая есть опасность очень интересно опасность в радости но здесь у нас еще и проходит эгоизм по карте солнышко частенько проходит эгоизм то есть опасность есть в эгоизме опасность есть зациклиться на себе или если это другая женщина что это в ее эгоизме не заметить вокруг происходящее на то есть настолько закружиться в этом солнечном танце в этой радости настолько что просто не замечать что вокруг происходит так все что вам поможет смотрите ответ такой поможет не идти в пару не идти в отношения оставить мысли пока об этом если вы рассчитывайте да на какого-то человека друга партнера любовника то вот поможет как раз не рассчитывать на этом оставьте эти мысли пока оставьте эти мысли пока так еще совет в общем и целом девочки ну вам пока говорят что все таки да если у нас речь идет об отношениях а по большей части у девчонок здесь речь идет об отношениях да подсказка в общем и целом пока вот побудьте пока вот в этом состоянии что ну не тащите пока мужчину вот что ли к себе да вот но пока вот представьте ну вот не вместе вот переживите вот это состояние вы в нем временно вы из него выйдете у вас есть все ключи для того чтобы выйти из этого состояния но сейчас в данный момент времени вам просто это нужно пережить я хочу спросить для чего для чего все таки вам нужно это пережить ну потому что смотрите потому что все равно вот сейчас это немножечко не то что вам нужно скажем так сейчас это немножко не то что вам нужно вы из-за своего эгоизма может быть не хотите этого замечать да то есть вы себе как бы придумали картинку поставили и идете к определенным целям а здесь это немножечко не то понимаете по крайней мере сейчас и сейчас вам говорят да вот подсказывает о том что новую ну посидите пока вот в этом одиночестве побудьте в нем все равно все нормализуется но вот но пока не тяните этого человека к себе у вас все будет понимаете когда вы выйти на свою собственную самодостаточность то есть сейчас пока или мужчина не тот или отношения или скажем так не время для отношений то есть как-то так но вселенная вам сейчас говорит переживите вот это состояние потери потому что все равно вы не получали то что вы должны были получать с этим человеком понимаете вам нужно выйти в собственную самодостаточность не нужно вам понимать вам сейчас не нужно девочки вам сейчас за мужчин пока цепляться вообще не нужно говорят пока не смотрите в сторону отношений в сторону мужчин пока вам вам сейчас это не нужно у вас другие задачи вам нужно разобраться с собой посидите немножечко на паузе разберитесь с собой самостоятельно девочки вот такой был расклад у нас сегодня я благодарю вас за внимание пишите обратную связь я буду очень-очень рада желаю вам хорошего дня хорошего настроения пока пока